Мы сейчас все очень переживаем, потому что много модных брендов, к которым мы привыкли, бренды, которые выпускают качественную продукцию по доступным ценам, ушли с российского рынка. Ушли временно, приостановили работу, скажем так, но наши нижегородские модельеры, дизайнеры, производители одежды, обуви не дремлют и говорят о том, что они готовы заполнить вот ту самую отсутствующую нишу. Вот такое достаточно дерзкое заявление по экономическим меркам, но тем не менее, значит, есть у людей план, есть у людей возможность. Мы об этом обязательно поговорим. Будет ли нижегородская модная одежда в таком же массовом каком-то сегменте, в торговых центрах, например, представленной и так далее, и при каких условиях это возможно. Это действительно интересно, потому что есть шанс у кого-то, может быть, создать что-то уникальное и на рынке появится. И выйти на большой рынок. Да, раньше вот эти большие бренды мешали как раз этому моменту, а сейчас у наших дизайнеров есть уникальная возможность. Ты бы стал, Илья, носить одежду наших нижегородских брендов? Да, с удовольствием, если бы это было практично и демократично, с удовольствием бы и под камерами на телевидении тоже появлялся. Но, тем не менее, посмотрим, потому что разные бывают фасоны, разные бывают цвета и так далее. Это, конечно, все весьма-весьма интересно. Очень надеемся еще на одного спикера, который может появиться в нашем эфире. Будем надеяться, что будет такая возможность. Сейчас он на освещении самого высокого уровня, где антимонопольная служба вместе с депутатами Госдумы, с правительством России решают вопрос, можно ли будет национализировать те предприятия, те организации, которые уходят с российского рынка. К примеру, сегодня были громкие заголовки, что компании Apple и IKEA могут национализировать то, что осталось у нас здесь в России. Как это можно сделать, какие будут санкции, какие будут действия, также узнаем возможность прямых уст. Если человека, мы работаем в прямом эфире, освободиться к тому времени. Вообще, живем мы в удивительное время, удивительное событие. Вот такое происходит, мы это обсуждаем, но есть еще одна вещь, которую нижегородцы давно обсуждали очень, и она вот-вот, видимо, случится. Нижегородский аквапарк в такое непростое время все-таки может начать свою работу уже практически готова внутренняя составляющая. Это вот эта зона развлекательная на проспекте Гагариной, и даже уже снимают кадры и выкладывают в интернет. Давайте посмотрим, как будет выглядеть Нижегородский аквапарк, который вот-вот уже совсем скоро появится. Продолжение следует... Продолжение следует... Я посмотрел эти кадры. Знаешь, я вспомню, где я видел вот что-то напоминающее по интерьерам? Дубай видел, вот Дубай Молл большой, значит, там много разных развлечений, много разных площадок. Вот интерьеры местами очень сильно напоминали, я думаю, что там вдохновлялись как раз. Скоро Океаниса сможешь посетить, надеемся, уже в мае этого года, по крайней мере, такие планы у руководителей Океаниса. Будем надеяться, что успеют до мая небольшие недочеты устранить. Нижегородцы смогут посетить аквапарк, который они так долго ждали. Да, красиво, посмотрим. Но еще цена, конечно, вопрос интересует, сколько будет стоить билет, будут ли какие-то абонементы. В общем, пока больше вопросов, есть возможность просто наслаждаться внешним видом. Вот, кстати, о внешнем виде, который, наверное, у россиян в ближайшее время может измениться, ну или, по крайней мере, пересмотрены будут какие-то привычки. Вот как вот приезжаем в торговый центр, да, как это было до недавнего времени. Вот эти все бутики, там, H&M, какая-нибудь там Zara, я сейчас не рекламирую, да, это бесполезно. А уже можешь не рекламировать. Можно говорить, да, уже, потому что они не рекламируются. Вот идешь, да, зашел туда. Я даже помню, что когда вот еще в студенчестве был я, у нас же там немного было денег у студентов, но все равно находились люди, которые покупали какие-то вот модные шарфи какой-нибудь или еще чего-то. Вот сейчас... Там было модно, качественно и, самое главное, по цене доступно и демократично. Но мы сейчас живем в тех реалиях, которые есть, и, знаете, приятно удивили заголовки наших коллег-журналистов, которые мы увидели накануне. А звучали они следующим образом, что одежда нижегородских модельеров может заменить импортную в бутиках торговых центров. Нижегородские модельеры и производители одежды считают, что локальные модные бренды обладают всем потенциалом для масштабной программы импортозамещения. Ну и чем более поддержку этой идеи высказал глава региона Нижегородского Глеб Никитин в Инстаграме, тоже рассуждая о том, как вот это все будет дело развиваться. Но есть такой объемный телевизионный взгляд, видеокадры, которые мы можем посмотреть прямо сейчас, да, как это может все быть, как нижегородцы заменят уходящие бренды. Нижегородским предприятиям есть что предложить. Наш кластер легкой промышленности готов работать над импортозамещением. Для российских дизайнеров в сложившейся ситуации появляется возможность развивать свои бренды, например, взамен Zari и H&D. Эксперты в области развития легкой промышленности Ольга Рыхлова считают, что будущее развития легк-прома и импортозамещения лежит в развитии локальных брендов. Никаких глобальных масштабных брендов создавать, по ее мнению, не нужно. Уже существует множество интересных брендов в разных регионах страны. Просто необходимо их поддержать. Очень много общаюсь с предприятиями легк-прома и с моими коллегами, такими же брендами, которые представляю я. Мы можем сказать, что в принципе можно совершенно легко выйти на серьезную большую программу импортозамещения. Мы уже все эти последние пять лет этим занимаемся в разной степени успешности. В Нижегородской области более 20 модных брендов, которые успешно продаются не только в Нижнем, но и по миру, я бы сказала даже так. И уж точно по России организовать эту работу можно без проблем. Проблем не наблюдается и в продуктовых магазинах. Несмотря на то, что спрос на некоторые продукты, таких как сахар и крупы, слегка увеличился, паники и ажиотажа нет. Товары на складах есть, поставки продолжаются. Мы наблюдаем, может быть, некое увлечение спроса, но не скажу, что это связано с сегодняшней ситуацией. Больше, наверное, это праздничные продажи. И в принципе мы видим, что покупатели достаточно спокойно приближают товар. Ну и поставки, они осуществляются, никаких перебоев с товаром нет. Абсолютно все прогнозируемо. Хочу отметить, особо отметить то, что сетями проводится большая работа с той целью, чтобы этот ажиотажный спрос удовлетворить. А именно проводится ежедневная выкладка товаров от 5 до 7 раз в день. Кроме этого, сетями было принято решение о наличии своей внутренней наценки на товары первой необходимости, на товары социально значимые, не более 5% на товары, которые произведены в Российской Федерации. Контроль по необоснованному росту цен в Нижегородской области и принятие необходимых мер выполняет Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области. Поэтому, если вы заметили сомнительные наценки на товары, необходимо обратиться сразу в УФАС. Телефон указан на ваших экранах. Ну и обсудить хочется, узнать подробности, как всегда. И мы это сделаем с удовольствием с человеком, который прямо сейчас в нашем эфире и появится. Это дизайнер, основатель бренда деловой одежды Ла Парле, председатель правления Нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова-Парле с нами на видеосвязи. Ольга, добрый день. Добрый день, приветствуем в эфире. Добрый день, здравствуйте. Ольга, вот сразу в лоб вопрос задам. Потому что задача амбициозная, мы поняли, заменить тех, кто сейчас, возможно, рискует потерять российский рынок. Но вот заходишь в какую-нибудь, вернее, заходил в какую-нибудь Зару, в какой-нибудь H&M, там вот просто гора одежды, много магазинов. Это такая большая отлаженная работа, которая годами действительно создавалась. Наверное, вот так вот по щелчку пальцев сделать это практически невозможно, как мне кажется. Конечно, конечно, вы правы, безусловно. Это понимает любой разумный человек. Локальные бренды чем и славятся, чем они отличаются от сетевых, тем, что они никогда не работают в склад. Они делают небольшие капсулы. Большинство локальных брендов всегда придерживается устойчивого развития и уважает разумное потребление, которым стремится клиент сегодня. Поэтому, конечно, у нас такого огромного количества и такого разнообразного ассортимента товаров на сегодняшний день нет. Это совершенно очевидно. Но, тем не менее, основные потребности населения мы можем закрыть. Но на это, конечно же, потребуется время. Вот, Ольга, та ситуация, которая сейчас возникла для локальных, региональных дизайнеров, модельеров, кто занимается одеждой, обувью. Это большой труд, это сложность или, наоборот, возможность показать себя? Это огромный, колоссальный труд, потому что производство даже небольшой капсульной коллекции – это сложный технологический процесс. И вообще, знаете ли, любое производство, в любой стране, наверное, но в России почему-то особенно, это огромный труд. Но, если ты действительно любишь свое дело, если ты предприниматель, как, в общем-то, большинство дизайнеров, то это для тебя точка роста, которая, конечно, потребует колоссальных усилий, но все-таки это точка роста. И, возможно, другого шанса и не будет в ближайшее время. Поэтому нужно им пользоваться, конечно, насколько каждый из участников рынка сочтет возможным это для себя. Хорошо. Но у вас есть идеи, у вас есть талант, но сейчас будет очень сложно с поставками. Ведь мы прекрасно понимаем, что ткани, фурнитура – все это делается не в соседней Ивановской области. Даже если мы возьмем вот этот стол, прекрасно понимаем, что какие-то частички, они будут из другой страны. Приятно была удивлена, когда увидела ваш пост ВКонтакте, и сейчас попрошу показать наших коллег этот пост, где вы говорите о том, что в Москве встречались со своими европейскими партнерами – итальянцы, болгары, французы, и они не собираются никуда уходить с российского рынка. Они подтвердили продолжение всех запланированных проектов, и совместно уже разработана политика сдерживания цен. Так далее, так далее. Этот пост можно увидеть на личной страничке Ольги Парле. Ольга, действительно ли иностранцы все понимают, всю ситуацию, которая сложилась, готовы идти навстречу, и как-то договариваться, и дальше дружить, и вместе творить, созидать? Вы знаете, вы для них ценны как партнеры. Те бизнесы, которые действительно имели очень большое процентное соотношение российского рынка в своем бизнесе, они, конечно, никуда не уйдут, потому что, ну а как, что, собственно говоря, им делать? У нас идут бизнес-проекты, бизнес-процессы, и они заинтересованы в том, чтобы они продолжались. Те, с кем сотрудничаю я, подтвердили и сейчас подтверждают эти намерения. Другое дело, что, конечно, все очень сильно усложнилось, это правда. Я сама вот последние несколько дней нахожусь в лишней такой суете по поводу того, как вот отстроить новые логистические схемы, прохождение финансовых платежей и так далее. Да, это трудности дополнительные, но, тем не менее, мы продолжаем работать. Вот, кстати, про деньги заговорили, да, про цену. Ведь, опять же, чем, ну при всем нашем таком отношении, ну и раз, может быть, нам не сильно нравилось, но мы понимали, что идем в эти бутики, да, и покупаем вещи за относительно там понятные деньги. Не вот уж совсем дешевые, да, и не вот уж совсем дорогие. Локальные все-таки бренды, насколько я понимаю, это все-таки чуть-чуть про высокую цену. Вот есть ли шанс как-то найти баланс, да, по цене, по предложению, станут ли вот эти вот нижегородские, например, условно, локальные бренды действительно ценовой заменой уходящим европейским и мировым вот этим гигантам? Ну, давайте будем честными, не станут, во всяком случае, в ближайшее время. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, что H&M и Zara отшивают огромные партии, колоссальные партии товара, за счет чего и могут сделать маржинальную цену. Они экономят буквально на всем, начиная от рабочей силы, заканчивая сырьем. И на той же логистике они тоже экономят за счет больших партий. Мы сейчас на сегодняшнем этапе самостоятельно, как бизнесмены, этого сделать не сможем совершенно точно. Давайте не будем забывать, что все страны, где Лехпром развит очень мощно, вели огромные и долголетние программы поддержки Лехпром. Были, значит, и льготы по налогообложению, были и беспошленные зоны, были и субсидирования огромными суммами на развитие производств. Ну, что мы сейчас хотим от нашего Лехпрома, который пока только начал эту работу? Да, мы последние пять лет активную поддержку властей ощущаем на себе, но до развития на должном уровне производственной базы и именно фэшн-индустрии нам еще очень далеко, поэтому, конечно, мы не сможем в одночасье это сделать. Но потенциал креативный, творческий и производственный у нас, в принципе, есть для этого. Самое главное, инвестиции – это люди, как мы говорим, в таких случаях. Конечно, да, это люди. Ольга, ну вот просто настоятельность хотела спросить. Нужна поддержка и властей. Готов ли губернатор Нижегородской области, правительство региона, Минпром встречаться с вами, договариваться за круглым столом, создавать какие-то финансовые, прежде всего, наверное, условия для того, чтобы вы могли производить сейчас, когда всем нам не очень просто? Ну, смотрите, готовность такую губернатор сам объявил. Я даже не успела поинтересоваться у него с этого повода. Он сам сказал, что готовы. Ритейл, я так понимаю, тоже, потому что мне поступило несколько звонков от ритейлеров нижегородских крупных, и на днях состоятся наши переговоры о том, кто из нас, кто из нас, как видит эту ситуацию, как ее можно поправить, как можно быть полезными друг другу. Поэтому, ну, начинаем работать, что тут можно сказать? В общем-то, все в наших руках. Импульс есть, да. Да, с учетом того, выражаясь экономическим языком, какой объем рынка сейчас освободится. Да, даже для бизнеса ведь важно присутствовать на рынке всегда, каждый день, каждый час практически. Да, и вот сейчас те мировые сети, которые даже временно уходят из России, а вот куда они вернутся? Да, что здесь будет тогда в нашей стране, когда они захотят туда вернуться? Это большой вопрос, потому что сейчас действительно время возможности. Ольга, мы желаем вам удачи, терпения, сил, прибыли, в конце концов. Да, не будем говорить, что это неважно в такой ситуации. Благодарим за ваше экспертное мнение. В нашем эфире с нами на видеосвязи в прямом эфире была Ольга Рахлова-Парле, основатель бренда «Деловой одежды», Ла Парле, дизайнер, председатель правления Нижегородского отделения «Союз дизайнеров России», человек, который разбирается в легкой промышленности вот прямо легко, потому что просто живет этим, дышит этим и понимает, как все работает. Да, ну вот что точно, даже если все получится, время все равно какое-то займет все. На выстраивании не делается все одномоментно. Если думали, вот вчера была Зара, да, а сегодня какой-нибудь Нижегородский бренд откроется. Нет, чуть-чуть подождем, смотрим за развитием ситуации, и мы вам, конечно, об этом с удовольствием будем рассказывать. Прямо сейчас переходим к вашим заметкам, что происходит в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области. Мы готовы рассказать нашими устами, но заметки ваши. Вы присылаете их к нам в группу ВКонтакте день за днем, а можете позвонить прямо сейчас, 434-3477. Да, вообще всячески используйте коммуникации с нами и так далее. Вот, кстати, Ляна, наша постоянная телезрительница, активно пишет нам в директ, говорит, что накануне писала про сегодняшнюю тему нашего эфира. Стоит, может быть, кстати, может пришло время вернуть в Нижний дом модели, швейное производство на фабрике «Маяк», ткацкую фабрику чулочных изделий. Ну и о том у нас в Нижнем столько производства было утрачено, пишет об этом Ляна. И замечает, главное, чтобы качество при этом при всем не страдало. Спасибо, что участвуете. Да, ваше сообщение мы видим. Ну и видим также посты и сообщения, которые присылают другие наши телезрители с просьбой публиковать и показать это в эфире. Ну давайте посмотрим. Сейчас пост, который наделал много шума, и вы сейчас, наверное, поймете, куда пропал из магазинов, супермаркетов сахар. А это все паника. Мы всегда обвиняли представителей старшего поколения, бабушек, да? Оказалось, нет. Есть куда более отъявленные товарищи, которые попали на видео. Вы, молодые активные мужчины, тоже показали себя исключительно с лучшей стороны. Давайте эти кадры посмотрим. Тем более, к сожалению, мы не сможем в аудио варианте их услышать, потому что там люди настолько радуются, что они используют слишком много абсцентной лексики. Мы можем только вот... Поэтому мы будем смотреть и комментировать как раз вот этот видеоматериал по поводу сахарного песка, как мужчина целый багажник грузит. Да, и причем это происходит весьма и весьма... Вот зачем столько, скажите? У меня только одно объяснение. Я думаю, может быть, у людей есть какой-то самогонный аппарат, прости господи, да? И это впрок люди затариваются. Я не знаю, сколько здесь килограммов этого сахара. Это дешевый автомобиль, большой, красивый, дорогой. Все, да, и ребята вроде прилично одетые, да? Но в комментариях, кстати, уже кто-то предположил, что это спекулянты, которые потом будут вот с этого же самого автомобиля, да, открыв багажник, где-то там в районе автостанута, ежедневно-дорожных вокзалов, три дорога этот сахар продавать. Но мне что-то подсказывает, что ребята вылетят в трубу с этим бизнесом, потому что рано или поздно спрос охладеет, сахарный песок вернется на прилавке. Нефти и сахара у нас пока нет, но вот такая паника, конечно... Вот из-за них все. На многих грустный отпечаток. Накануне выходила из магазина «пятерочка», заходила совершенно за другим продуктом, не обратила внимания, есть ли там сахарный песок или нет, но на выходе бабушка меня спрашивает, доченька, а в магазине сахарный песок есть? Я говорю, не знаю, не посмотрела. Ну вот он весь, вот там, вот таких людей надо ловить за руку. Ну а еще далее, что нам присылают, вот видео, которое скинули нам в группу с подписью местодействия новинки «Народ зверей». Значит, на этом видео некий человек с топором нападает настоящую на парковке машину. Не знаю зачем, не знаю почему, но на камеры видеонаблюдения он попал. В комментариях написали «Хорошо, хоть отыгрался на машине, а не на людях». Да, давайте посмотрим эти кадры, как это происходило. Ну вот, да, вот мы видим, да, если приглядеться, причем именно как это одна конкретная машина, не очень понятно, чем насорил, может быть, не там парковался, может быть, хоп, и все, в капот попал человек топором. Ну зря, учитывая, что везде столько камер видеонаблюдения, найдут ведь все равно человека, что-то вот… Но не хватает все-таки звука и красоты в нашем видеоэфире, поэтому прямо сейчас посмотрим на нашу телевизионную башню, которая расположена здесь, на Белинского 9А. Каждый вечер она теперь играет красивыми огнями. Можно выглянуть в окно, если позволяет радио увидеть, как это все красиво. А можно посмотреть у нас. Ну вот здесь снято было утром, как подсказывают те, кто это видео нам прислал. Но вообще по поводу того, как играет она огнями, последние дни, понятно почему, последние пару недель в цвета российского триколора телевышка окрашена, может быть, вселяет в кого-то дополнительную веру, уверенность в будущем. Так что смотрите на Волга-Огский маяк, который еще иногда такое название нашей нижегородской телевышке присваивает. В районах Нижегородской области жизнь идет своим чередом. Вот о том, как эта самая жизнь проходит, мы с удовольствием вам рассказываем, пользуясь материалами местных журналистов, которые на самом деле всегда мечтают, чтобы их видеоуряд попал на региональный канал, на федеральный, как можно больше людей, чтобы увидели о том, как живут люди в российской глубинке. А люди мечтают жить в своем собственном полноценном жилье, особенно если семья многодетная. В Лысково у одной семьи мечта сбылась. И накануне глава администрации Лысковского района этой многодетной семье вручил сертификат на определенную сумму, сейчас из сюжета узнаем, на какую и что смогут на эти деньги купить и люди, которым сертификат вручили. Для семьи Ивановых сегодня значимые события в их жизни. Глава Лысковского округа Виктор Иванов в торжественной обстановке вручает свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства на сумму 1 миллион 235 тысяч 430 рублей. Андрей Михайлович, Софья Григорьевна, хотим вам вручить сертификат на получение субсидии, чтобы в дальнейшем вы купили себе жилье. Поздравляем вас. Вы у нас, если я не ошибаюсь, с апреля прошлого года только, да, встали? Но имели преимущество перед другими семьями, так как вы семья многодетная. Поэтому еще раз вас поздравляю, ваших деток. Надеюсь, что купите себе комфортное жилье, в котором вам будет и удобно, и красиво, и хорошо жить. Поздравляю вас. Глава семейства Андрей отмечает, что участникам программы стать совсем несложно. Задача главы семейства на ближайшее время подобрать четырехкомнатную квартиру в городе Лысково, чтобы понравилось всем, даже самому маленькому Александру. Можно посоветовать только молодой семье делать это чуть поскорее, учитывая, что даже по официальным заключениям Росстата за минувшую неделю цены в стране выросли на 2,2%, 3,2%, поэтому чуть быстрее нужно реализовывать вещи, чтобы успеть за ценами. Я думаю, что у них и у самих огромное желание побыстрее въехать в новую квартиру. Поэтому мы только рады и будем надеяться, что та четырехкомнатная, которая будет им по душе, обязательно найдется. Ну а прямо сейчас поедем в Городец, посмотрим на зимние забавы молодых. Именно так называются спортивные состязания, где собираются и представители бизнеса, и представители школ, представители училищ, техникумов и так далее, и так далее. Все те, кто заинтересованы в развитии спорта и хотят показать свою удаль. Давайте посмотрим, кто в этих соревнованиях победил. 34 раза рекорд на этапе скакалка у команды предприятия «Леония Рус». Педагоги образовательных учреждений из пяти команд уступили ей лауры победителя, но не сдались. Молодежный районный конкурс «Зимние забавы» собрал самых спортивных и жизнерадостных. Шесть команд соревновались за звание победителя необычных состязаний, которые уже в четвертый раз проводятся по инициативе районного совета работающей молодежи. Наша команда – это учителя, первая школа, самая лучшая. Оля, Алина, Ира, Коля. Надеемся занять первое место, по секрету. Как выступается? Выступается великолепно, погода шикарная, конкурсы прекрасные, все нам нравится. Я видела, вы очень удачно выступили на лыжах, долго тренировались. Очень. Мы, ваши напарницы, всю зиму ездили на лыжах, тренировались. Поэтому готовились к этому конкурсу, поэтому так и выступили достойно. Нам очень хотелось, чтобы для работающей молодежи появились такие неформальные мероприятия, где можно не только поучаствовать, поиграть, занять какое-то место, но и пообщаться друг с другом, познакомиться, сплотиться. Потому что очень хотелось, чтобы в Совет Молодежи побольше народу вошло. И именно поэтому у Совета появилась такая идея – провести зимние забавы. Ну а в этом году мы постарались выбрать этапы, которых еще не было. Обязательно связанные с зимой. Вот у нас сегодня даже зимняя рыбалка есть, ну, в кавычках, конечно. И для того, чтобы просто ребятам было интересно проходить их. Зимняя рыбалка – один из 11 этапов состязаний, рожденных совместным мозговым штурмом молодежи. Для того, чтобы поймать импровизированную рыбу, участники прибегали к самым нестандартным решениям. Порой забавным и с юмором. Совсем иные качества нужны, чтобы поразить цель лазерным пистолетом. Это испытание на зимних забавах впервые. Но даже девушки почувствовали себя меткими снайперами. Если сосредоточишься и постараешься попасть, то попадешь, да. А если на время, что здесь не учитывается, то лазером не попадешь в цель. Как вам это новое развлечение? Очень здорово и интересно. Парные лыжи, веселые хоккейные баталии со снежками, боулинг на льду, а также гонки на санках с помощью лыжных палок. Зимние забавы были похожи на увлекательные приключения, где нужно проявить спортивную подготовку, интеллект, смекалку и умение работать в команде. Этап прошел просто замечательно. Настроения позитивные. Удалось, в принципе, все. Проехали мы за фигурами достаточно быстро, но немножко замешкались на сборке куба. Но в результате нам все удалось сделать достаточно быстро. Было проще проехать или собрать головоломку? Ну, наверное, нам было проще проехать. Головоломку мы собирали вчетвером. Головоломка с кубом не единственное испытание, где понадобилась эрудиция. Во время стрельбы из лука участники отвечали на вопросы об истории олимпийского движения. Чем больше очков, тем сложнее вопрос. И здесь, по мнению жюри, преуспели больше всего школьные педагоги. Что помогает учителям выигрывать? Ну, конечно же, наша команда и дух. Дух, чтобы поддержать свою школу, то, что мы представляем ее. Ну и наша дружба, наверное, в первую очередь. Такой этап вам показался сложным и почему? Сложным? Не знаю. В принципе, я думаю, что мы со всеми этапами очень хорошо справились. Доказали свою победу, наверное, может быть, в будущем, скажем так. Мы надеемся, что мы победим. И победа улыбнулась дружной команде из городецкой школы номер 7. Всего два очка им уступила сборная «Леони Русь». На третьем месте еще одна команда педагогов из городца и школы номер 1. А вот в творческом состязании «Зимних забав» в фотоконкурсе отличились воспитатели из детского сада номер 47 города Заболжья. Кроме призов от спонсоров, все участники спортивного праздника подарок получили море позитива, ярких эмоций и зажигательного драйва. Весьма неплохо. Это люди, которые любят собираться и играть на гармошке. И там очень много всего интересного. Мы вот с Оксаной туда заглянули и даже кое-что нашли, что вам показать. И узнали, что в Семенове буквально минувшие выходные открылся год культурного наследия. Ну, год культурного наследия по всей нашей стране. Объявлен он президентом России. Но на местах это локально, когда проходит, это более интересно. Естественно, для русского человека что связывает культура? Это частушки, поплясать, народные песни, танцы. Вот в Семенове все это попытались объединить в одно целое в Доме культуры. Семенове Появляюся матрешки и по войскам не знаю. Строить точное годы с ним. Пока есть жажда красоты, высокий талант и желание творить, Россия жива! На сцене Центра культуры и искусства состоялось открытие года культурного наследия народов России. Наша страна огромная и многонациональная. Каждый народ богат своим искусством, традициями и обычаями. Для русских это веселые частушки, народные песни и танцы. Кстати, народные танцы имеют индивидуальную пластику, манеру исполнения и яркие запоминающиеся костюмы. Элементы более сложные, красивые, их интересно учить, выполнять. Также костюмы. Я думаю, что самые красивые костюмы в русских народных танцах. Песни и пляски – одна из ярких частей культурного наследия. Но это только малая его часть. Культуры народа – это значительно больше. Мы в ней живем. Это наша профессия. Это наш дом, по большому счету. Поэтому культура, наверное, это все. Это и душа, и сердце, и работа, и досуг, и общение огромное. Так что культура – это наша жизнь. Семеновцы бережно хранят и передают новым поколениям культурное наследие своего края. А оно невероятно богатое. Чего в нем только нет. Ну, наверное, только нет у нас фарфора саксонского. А все остальное есть. И песни, и пляски. Своеобразные, старинные, руссконародные. И ремесла. Посмотрите, сколько всяких ремесел. На этой выставке представлены работы семеновских мастеров. Матрешки, ложки, плошки, яркие платки – все сделано своими руками. Это та культура, которую можно не только посмотреть, но и потрогать. Культурное наследие России очень многообразно. То, что я держу в руках, сделано в исконно русских традициях и передается из поколения в поколение. Нашим детям прививают самое важное. Это наше достояние, наша культура, то, что было давным-давно предками нашим дано. И чтобы наши дети это ценили, любили, уважали и продолжали дальше. Никогда это не забудется, даже если захотите. Культура была, есть и будет. Хранить и беречь память – вот нравственный долг в первую очередь перед самим собой и перед потомками. А такие мероприятия, которые проводятся в Доме культуры и искусства, помогают сохранить исторические ценности. У нас в этом году будут очень большие программы, связанные со столетием СССР, столетием пионерии, чего мы очень давно не делали. Безусловно, у нас огромнейшая, большая будет шоу-программа. Это программа, связанная с 85-летием Центра культуры и искусства Старого РДК. Так что ждите, ждите, следите за новостями. Ну и в конце ответ на вопрос, когда же этот холод собачий закончится, который в последние дни в Нижнем Новгороде. Действительно очень холодно, особенно в ночное время. Так вот, уже по прогнозам синоптиков, в субботу днем минус 6 градусов, ночь, правда, по-прежнему еще холодно минус 15. А плюс 6, когда я прогнозирую? Плюс 6 нет, но вот в воскресенье от 0 до плюс 1 днем, опять же, да, возможно, будет идти снег с дождем, а вот ночью опять подморозят до минус 14. Обольщаться не стоит, к середине следующей недели снова до минус 11 градусов в ночное время. Пока вот не хочет весна вторгаться, вот, безусловно. Машины не переобуваем, мы сами остаемся также в зимней теплой обуви. Желаю вам здоровья и увидимся вновь на Нижегородском телевидении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова